спаханое поле колесами автомобилей европейского здесь точно ничего нет это настоящая безбарьерная среда деревьев вообще здесь почему-то нет мне качественно сделали ну это вообще просто не о чем а сейчас идет акция криво косо сделано просто трындец в полетели переходные балконы намного приятнее да слушайте очень классно сделали круто но ходить по нему очень неудобно но ветер дует его кстати не слышно дешево сердито так выглядит ваш паркинг слушайте а здесь отделка как на обычном этаже я захожу вообще непонятно где какая квартира находится открывается прекрасный вид накат что например нравится мне здесь хриппенько держится внешне смотрится достаточно все красиво друзья добрый день я андрей артемов сегодня мы с вами посмотрим жилые комплексы геометрия и жилой комплекс европейский парк я для вас расскажу все нюансы новостроек а вы обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк жилые комплексы возводят в районе кудрова ближайшая станция метро дебенка до нее примерно 23 километра идти пешком каждый вновь возводимый объект недвижимости получает тех условия на присоединение к сетям пользования электричества водоснабжения канализация и так далее и у каждых этих тех условий есть ограниченный период времени и при этом они не бесплатны согласно проект на декларации застройщика тех условия на освещение действовали до июля 2021 года на электричество они также закончились в июле 21 года а на тепло тех условия заканчиваются 17 апреля 2022 года застройщик конечно мог бы сдать свою геометрию как это делает большинство застройщиков а потом достраивать но они снова перенесли срок сдачи и передачи ключей согласно проектных деклараций первый литер жека геометрия должны были сдать четвертом квартале 21 года а второй литер в четвертом квартале двадцатого года но и срок передачи ключей тоже к сожалению вырос во втором литере на десять месяцев а в первом литере аж на два года конечно я не пленился и посмотрел в проектной декларации что будет с озеленением трава и кустарник про деревья ни слова ну парк аккервиль же рядом а вот и парк аккервиль речка кирвиль то что от нее осталось так жилом комплексе геометрии будет 1512 квартир и 344 машиноместа то есть почти 23 процента квартир будут обеспечены машинными местами но их еще друзья нужно приобрести но зато будут кладовые помещения от трехсот пятидесяти двух тысяч рублей в комплекса квартиры представлены от студий до трехкомнатных квартир так согласно данных квартирографии почти 83 процента будут занимать студии и однокомнатные квартиры однокомнатная квартира застройщика стоит от 6 миллионов рублей и ее можно приобрести используя аккредитив никаких тебе из кровь счетов и здесь друзья есть особенности на вторичном рынке студию можно приобрести от 3 миллионов 800 тысяч рублей у застройщика студии уже будет стоить от 4 миллионов рублей но при этом процентная ставка по ипотеке составит от 0 1 процента годовых здесь конечно нужно считать потому что на вторичном рынке по договорам переуступки студия вообще любая квартира будет поставки от 18 и 8 процентов годовых так что здесь нужно друзья считать нужна помощь в расчетах обращайтесь в кудрово большое количество новостроек и сюда можно войти уже с бюджетом от 5 с половиной миллионов рублей социальные объекты конечно здесь есть но с наличием мест не так все хорошо как хотелось бы в детском саде номер один и в дошкольных отделениях номерами 1234 вакантных мест нет аналогичная ситуация со школой номер один зато есть одна городская поликлиника с номером 94 1 для всех домов конечно понастроили а про детей и школьников забыли 22 этаж внешне смотрится достаточно все красиво приятные входные двери два замка звонок могли бы установить чуть ниже для детей было бы удобней двери сами по себе так очень что внутри ничего нет ничего не висит значит когда вот так дверь открываешь и вот ощущение такой легкости по звуку так очень что что-то там есть может быть просто картон их есть глазок обычный недорогой и это у нас друзья с вами двухкомнатная квартира здесь черновая отделка при входе на сразу встречает с вами автоматы пока не подписано 63 ампера си 40 и 3c 16 1c 10 а стены в санузлы в ванную комнату и между комнатами из отсевного блока восьмерка не даже не шестерка здесь шестерка ванне кстати обратите внимание что разводка системы подачи воды идет сверху но вот здесь я что-то не вижу канализационные трубы канализация есть только в туалете запорная арматура счетчики научим все так обычно недорогое вот она пошла наверх зато есть противопожарная муфта для вентилятора освещения включаем свет кухня кухни совсем друзья небольшая вент-канал обычный сборный приезжает с завода но говорится звукоизоляция сразу не приходится так давайте мы с вами пока здесь я не забыл измерим высоту потолка 277 от стяжки радиаторы подключены снизу это хорошо радиаторы правда обычно нормальные радиаторы здесь у нас установлено окно ведь и здесь на специальном креплении это плюс стенка из газоблока дом будет теплый потому что там еще у нас мокрый фасад здесь мастика парализационной ведь уже пошла трещина где-то что-то технологию нарушили зато есть окно и сразу слышен шум отката кстати обратите внимание хрипенько держится комната значит здесь кстати обратите внимание вот здесь хорошо что за чеканина цементом не знаю что там внутри или если какой-то демпфер блоки сложены тоже хорошо практически одинаковый шов здесь уже радиатор чуть больше тоже правда и обратите внимание друзья что например нравится мне здесь широкое окно широкая дверь вот такой дверью не могут похвастаться в большинстве проектов ставить знаете как в туалете 40 60 сантиметров но и чтобы быть не голословным проем почти 95 сантиметров и цветовой проем тут почти 80 хороший вариант хороший результат вернее у нас дверью да здесь беда это точно на замену выходим у нас с вами здесь во всю длину квартиры вот же этот стекла нет сегодня обратите внимание что в питере с погоды просто хотел с улицы поснимать но были на то жесть значит я кстати когда смотрел рендер застройщика не понимал то ли это дорога это не сделали как потому что другого нет ну и конечно с деревьями здесь сделаю ставку рендера застройщика вот обратите внимание что есть на данный момент а и как это все видит застройщик мокрый фасад ну здесь конечно лучше плюс то что она длинная и узкая все могли бы конечно сделать шире но это видно дороже видите тоже внимательно принимайте квартиры хорошо что отлива нет который здесь не нужен я вот здесь тоже обратите внимание что когда закрываешь то здесь нет вообще никакой ручки просто нет то есть как не вот закрыть дверь непонятно здесь еще одна комната здесь здорово что стена из бетона сантиметров 18 слушайте прикольно значит смотрите вот эти следы это как раз вот здесь это палубки они специальным инструментом это срезают и здесь видите все закрыли цементом для того чтобы было равней замазали все технологические отверстия аналогичный радиатор и большое окно все это будет большая хорошая светлая квартира мне нравится дайте пойдем дальше еще очень поскольку планировочным решением однокомнатная квартира здесь очень классно то что есть можно сделать гардеробную автоматов чуть меньше 63 ампера си 40 2 си 16 1 си 10 если бы коробка кэш в топили бы в стенку то больше было бы больше было бы полезной площади подводка тоже сверху это плюс ванна с туалетом достаточно большая 10 3 с копейками канализация ночью все как нужно кухня для однушки кухня нормальной площади и с выходом тоже на лучшее лоджий как раз на всю длину открывается прекрасный вид накат на лесозону здесь тоже почему-то нет стекла пошли вниз лифтовой холл здесь у нас разгруза пассажирский два груза пассажирский лифт и два пассажирских лифта лифты все у нас отис и система электронная система лифтов как раз находится вот в этих друзья шкафах давайте выйдем с вами на переходной балкон посмотрим его балкон открытого типа отсюда как раз виден и европейский и соседний литер и детский сад и большое количество домов вот она вот он храм и за храмом как раз парка кирвиль кстати вот здесь обращаю внимание что если не оденут сверху держится жиденько но смотрится кстати неплохо из-за вот таких элементов видно для за жесткость здесь видите металл чуть толще и уже смотрится не так это все дешево убого как это происходит обычно так как дом еще не сдан у нас есть отличная возможность выйти на кровлю посмотреть на бардак который здесь творится до класс сразу обращаю внимание что кровли здесь вот она видите вся битумная направляемая производство копалка считается один из лучших производителей кровельных материалов ну да здесь еще работа есть вот видите с вентиляторами идет работа вот эти у нас башни отсюда как раз весь отработанный воздух выходит наверх ведь еще козырьки будут ставить все уже в размер крепления тут можно пройти принципе особо смотреть больше ничего другие ну мусора я надеюсь за собой берут не оставит его как во многих комплексах составляет потому что конечно же вид совсем другой когда здесь чисто и красиво надеюсь что даже сейчас слышен шум и вы его будете слышать постоянно вот так же есть вот такие моменты неприятные это видно от того что вот здесь чем-то точно попали здесь нарушили технологии поэтому такая ситуация мы пойдемте спустимся пару этажей вниз потом посмотрим все остальное соседний литер соседний комплекс лестничный марш на самом деле такие достаточно приятные если все отмот здесь будет достаточно хорошо то шуба большая площадь остекления антивандальное стекло сейчас еще спустимся на ниже на этаж и вот как раз здесь посмотрим это у нас получается двадцатый зайдем двадцатый этаж переходной балкон у нас все в плитке страшновато идти высоко здесь это влага падать здесь конечно бы не помешал отлив потому что все открыто непонятно почему так сделали ну вот так уже выглядит коридор более-менее чистый тут убрали все оборудование не хватает забрала сетки что не сюда будут ставить но что-то выдающего нет но ничего неприятного здесь нет то есть обычно такой недорогой межквартирный коридор звоночки работает пойдемте посмотрим соседний корпус посмотрим здесь входную группу что с входной группой кстати вот здесь должны быть закрыты да а нет открыто красавцы это у нас коллектор здесь у нас подается тепло подается тепло по этим красным шлангом ваши квартиры а уже подостывшая вода идет по шлангам синим вот сюда вниз воздухоотвод то есть если в стиме собирается воздух вот отсюда он выходит клапаны специальные затворная арматура счетчиков здесь нет соответственно счетчики поставить на батарею ну в общем ничего хорошего там конечно трубы не сказал бы что горячий теплые понятно дом не сдан и большое количество отопления естественно не подают но по мне вот вместо таких дурацких шкафов на что делать более приличное потому что такое ощущение что за этими дверями как раз если захочем какая-то комната будет еще что-то выходим кстати вот здесь странно смотрите первое на что здесь обращаю внимание это то что отсутствует нумерация квартир я захожу вообще непонятно где какая квартира находится и у меня вместо того чтобы вот здесь я видел с вами стрелка что квартира два там три квартира там здесь находится система для пожаротушения датчики для квартир вот такие датчики будут стоять вот можно загуглить здесь большое количество протухшей еды строители это жесть пожирали там и бросили лифтовой холл ходить он уже очищен вот строительного мусора и смотрится совсем по-другому вот такой есть дополнительное оборудование пожарное вид конечно так себя на лифте побоюсь ехать он как-то работает не очень его штормила поэтому мы с вами путемся по лестнице в самый низ так а там закрытая туда не попаду поэтому придется рисковать ехать на этом лифте вот здесь да понимаете что если ограничитель не поставить двери то вот здесь плитка будет постоянно отвалится потому что дверь что будет колотить ну и конечно было бы здесь стекло было бы намного лучше по мне ну кто-то фуфаечку забыл вот еще пока кнопку не смонтировали смотрите как ровно все сделали и обратите внимание что ящик уже такой вести под убитый это как раз говорит о качестве монтажа и отношение к чужому имуществу плюс лифта ну едет он трясется настроили его плохо надеюсь его нормально настроить чтобы люди ездили безопасно не было страшно вопроса шатает он трясется страшновато едет он в паркинг это плюс сейчас едем на второй этаж потому что первый этаж идет со второго внизу у нас находится карстелабад там коммерция будет в дальнейшем и давайте посмотрим что у сходной группы вау слушайте красиво 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 но просто значит конечно бросается глаза шкафы для пожаротушения но без них никуда вентилятора вот такой знаете хотя бы коробом бы закрыли но в принципе в целом смотрится неплохо здесь гриль а то цвета подобранного здесь нормальные то есть он так узнаете хоть и такой знаете он даже не красный такой рябиновый смотрится прикольно здесь видите что-то у них это кривовато пошло где-то что-то отвалилось почтовые ящики достаточно интересно смотрится красиво у нас что перфорация такая а вот у нас и входная группа то есть здесь вы будете заходить домой что здесь большой плюс это что все в уровень землей вот здесь есть видите такой небольшой спуск вниз это как раз для того чтобы положить сюда коврик и он был в уровень они как обычно значит когда обычно знаете смотришь входные группы потом второй этаж и выше понимая что разница достаточно большая сейчас мы с вами друзья спустимся в паркинг посмотрим что там с отделкой у большинства к сожалению комплексов когда попадаешь в паркинг на лифте такое ощущение по ступенькам вниз такое ощущение что попал взять какие-то заброшенные катакомбы но посмотрим это такой же комплекс относится к ним или нет на конечно видите здесь есть циферблат он показывает на каком этаже сейчас едет лифт но выше первого этажа эти циферблат отсутствуют это конечно не очень удобно дом по заверению застройщика комфорт класса заходим в лифт жмем паркинг и погнали дал вам ответственный момент сейчас откроются двери мы посмотрим что здесь внутри сокольный этаж ничего сушки а здесь отделка как на обычном этаже не видно чтобы текла вода чувствуется запах краски открыто пылью так выглядит ваш паркинг здесь из особенностей в паркинга можно сразу отметить это капители это вот видите вот такие квадратики которые находятся на несущих колонах и несущая способность у такой конструкции на порядок выше нежели если бы это было бы ригельная система следующий момент обращаю ваше внимание это на систему пожаротушения видите это как раз вот здесь сверху и достаточно большое расстояние то есть вы когда будете парковаться не нужно думать о том что можно поцарапать машину потому что даже в некоторым бизнес-классе сделано все как-то через ну значит система пожаротушения на очень низком уровне поэтому не дай бог ну вот можно честно долбануться особенно под чуть выше ростом не займете это место и что-то себе это разбить поэтому будьте внимательны до паркинг достаточно большой что мне здесь нравится здесь поставили ограничители дальше не припаркуешься не повредишь соседние автомобили прошел по периметру нигде не видны нигде не видны следы влаги что это очень не радует вот и план паркинга класс радиаторы системы отопления помните как советское время делали недорого и хорошие кпд тоже все сухо слушать их неожиданно вот одно из мест куда стекает вода где находится погружной насос который это все выкачивает в лифтовом холле у паркинга у нас один лифт один груза пассажирский лифт спускается сюда здесь эти молодцы приятно не скажи не сказать что здесь просто супер но молодцы за счет того что здесь не так убога как у других объектов где выходишь и такое ощущение что попал в заброшенный катакомбу молодец застройщика и кстати вот хороший показатель как выглядит первый этаж и остальные этажи от застройщика кнопка здесь работают ну слушайте друзья здесь конечно как фильме ужасов дворовой территории есть за пихта наверное да и вот такая елочка уже есть трава тут газон еще не культуре на но дом не сдан поэтому подираться мы друзья не будем это у нас как раз входы в паркинг слушайте площадки прикольные отсюда еще красивый вид может делать красивые фото на храм лазалки классные столы я так понимаю теннисные качели и оборудование не из дешевых плитка а здесь у нас набивное покрытие суши прикольно сделали молодцы даже неожиданно так ну что пойдемте в соседний комплекс ох так какая пути как советское время такие же были только это такая намного приличнее да получается слушайте для детей разного возраста сделаны площадки всем здесь даже сам бы полазил но это ведь для малышей если у вас дети там не знаю 5 6 и больше лет то конечно вот такие правила будет тяжелее пройти но зато на этой паутинке будут лазить дети постоянно обратите внимание что здесь застройщик применяет базальтовый утеплитель производства роквелл не из дешевых материалов здесь еще идут работы по фасаду в зеленом элитере назовем его так это у нас красный большей степени готовности который должны уже были сдать а это у нас зеленый пойдемте смотреть ну вот здесь первое на что обращу внимание друзья сейчас приближу камеру это на вот видите вот он базальтовый утеплитель он должен быть вплотную не должно быть нигде щелей но здесь конечно все не так хорошо как хотелось бы будет возможность принимать с тепловизором принимайтесь тепловизором если позволит погода на тут у нас виден склад вот тоже да вот а есть собственник генеральный директор который тратит деньги дольщиков на приобретение стройматериала он просто вот так в открытом состоянии лежит ну и соответственно базальтовый утеплитель здесь уже минус не подумали о том что все это стоит денег нужно к этому нормально относиться так вот у нас тут проход здесь зайдем стена из газоблока сложена на клею могли бы сделать стыке чуть меньше но в принципе все неплохо бывает что делают намного хуже экспресс панели технониколь хороший материал он просто валяется вот как раз видите уголки завода это для монтажа как раз стенового оборудования лестничный марш гидроизоляция аналогичный лестничный марш завода совсем такой ключи у ключника помню как на стройке работали такая же фигня была приходишь а там закрыто и иди ищи этого ключника он видите какая высота то есть тогда я так понимаю они будут скорее всего заливать цементом или бетоном здесь будет утеплитель а а здесь классно видим пирог стены вот это большой плюс бетон сантиметров 20 должно быть базальтовый утеплитель 15 сантиметров сетка штукатурки несколько слоев вот это еще не финиш но еще должны быть сверху что который потом все окрасит и все на может быть и не будет больше стукатурить значит пока поднимался заметил через на конструктивный подход лестничный марш завода вот уж и вместо того что приварить вбили кусок арматуры и на него закрепили для того что просто не съехала вниз но другой стороны здесь вес такой что никуда она не денется вы видите аналогичная ситуация и приварили и все дешево и сердито давно не поднимался так высоко 22 этаж друзья пошли смотреть переходной балкон открытого типа стокол пока нет два грузопассажирских два пассажирских лифта все аналогично видите лифты уже смонтированы еще будет делать обшивку отделку внутри отделку разводка системы отопления так куда пройти то пойдемте в торцевую квартиру коридор будет точно теплый вот такой туннель это у нас однокомнатная квартира ну жесть трубы холодной горячей воды и пока все здесь страшновато вот видите как получается а вот для чего эти уголки там внизу были на них крепится как раз фасад алюминиевый вот эта система и все радиатор отопления прада уже подвели возвели стены межкомнатные вот это одна из дорогих однокомнатных квартир стоит более 7 миллионов рублей и здесь в этой комнате два световых проема с выходом на лоджию кстати здесь видите тоже с мастикой понимаете даже здесь будет дуть и здесь будет холод это нужно исправить а когда квартира с отделкой все закрыть ничего не увидишь а вот здесь видите уже лучше сделано двенадцатый этаж будем заходить не будем друзья да нет говорите пишите быстрее хорошо пошли переходной балкон мокрый фасад аналогичная ситуация как и на двадцатом этаже ну вот все вот обратите внимание очень похоже очень огромное количество студии однокомнатных квартир вот у нас стандартная студия от застройщика заходим небольшая прихожая сразу же идет ванная комната при этом кстати ну тут все поместится и сама комнатка а из плюсов к одним соседям стенка из бетона будет одна звукоизоляция другим соседям стенка о слушайте не друзья там тоже бетон утеплителя не вижу ты под розетки до утеплителя там нет сделан сивной блок но если бы они туда положили бы базальтовый утеплитель было бы намного лучше по идее он там должен быть но видно прораб может быть дачу строит ему это нужнее видите уже простробили как раз под выключатели ну и плюс то что широкое окно широкая дверь большой световой проем ветер будет постоянно периодически окна будет вообще не открыт потому что звук и пыль будет постоянно лететь с кадра зато обратите внимание вид прикольный так стоишь пьешь кофе а стоишь смотришь в окно как едут машины однушка с гардеробной красота жилая комната с большим трёхстворчатым окном тут у нас еще пока бетон стяжки нет кроме того что вот видите провели трубы а больше ничего нет кстати вот за счет вертикальной разводки должна быть лучше звукоизоляции нежели с домами где коллекторы идут прямо в самой квартире это кухня но от ветер дует его кстати не слышно стенка держится крепко и давайте спустимся на какой пойдем на второй этаж наверно да посмотрим что у нас со вторым этажом какая ситуация если это вообще отделка и рабочие потому что здесь было видно что делают фасад но здесь его представьте только какой еще объем работ непосредственно внутри здесь огромнейший объем работ по отделке третий этаж ну-ка ну-ка друзья все то же самое при этом если они хотят этот дом сдать в конце года то здесь должны работать и мне кажется круглосуточно потому что времени не так-то и много для того чтобы все достроить а что-то знаете такое ощущение что литер красный сдадут а зеленые почему-то ощущение что он будет долгостроим потому что в конце года с таким подходом его друзья не сдадут потому что нужно строить чтобы сдать либо будет принимать вот то что есть европейский парк сайте смотрится так узнаете намного интереснее почему-то вот у него отделка внизу видите кирпич издалека по крайней мере и вид немножко другой работают озеленением занимаются европейский парк здесь обратите внимание какую прикольную такую эко парковку сделали значит здесь прикольно что через за вот эти отверстия да назовем это так про будет проходить соответственно в дальнейшем трава год но здесь ходить крайне неудобно смотрится это красиво но ходить по нему очень неудобно особенно если вы девушка у вас есть каблуки здесь кстати классно можно посмотреть и вот он клинкер смотрится красиво вставляется вот на такие полузе и все и вот такая красивая получается стена ощущение что кирпич потом они это все швы закроют цементным составом будет красота но эти здесь озеленением аналогичной ситуации внизу находится стеллабад коммерция парковка поэтому вот сколько на бетон насыпали земли столько и будет для травы конечно многое не нужно а для деревьев земля нужна да здесь смотрится намного интереснее как раз за счет облицовки первого коммерческого этажа сплошного остекления да вот этот дом но смотрится по мне намного интереснее обратите внимание что детская площадка тоже достаточно достойная но самих элементов здесь достаточно мало потому что вот здесь на весь этот парк одна так скажем качелька в виде круга горка такая большая но в принципе все но дети будут конечно ходить гулять вместе с родителями по всем дворам жилых комплексов и своего и соседнего надеюсь потом повесить то что непонятно где какой подъезд и видно только доступ система допуска но блин фасад смотрится красиво слушайте здесь уже намного интереснее плитка здесь мы видим внизу тоже под резинку под ноги здесь ковер будет он будет заподлицо мы видим тамбур и здесь обратите внимание декоративная трава смотрится очень очень красиво а плитка катурка слушайте очень классно сделали круто круто красавчики молодцы повесит еще указатели все на мой это вообще будет по красоте но двери вот не знаю был бы тоже вот тот же алюминий было бы намного по-другому все смотрелось вот у нас просто здесь тех какое-то помещение могли бы конечно сделать что-то поинтереснее и вот здесь так же оман закрыто лифтовой холл грузопассажирский два лифта и один у нас лифт пассажирский тот же отис слушайте красиво смотрится в плитке вот эта подсветка слушайте классно молодцы будем строить или уже кусочек отбили здесь плитка тоже смотрится горилляда на потолке слушайте молодцы хорошо сделали так это на что за катакомба это у нас выход здесь такое ощущение что текло у них что ли нет это видно плохо плохо оштукатурили и переделывают здесь окна намного дороже переходные балконы намного приятнее да вот кирпич конечно все таки вот смотрится он сама вот эта плитка намного лучше намного богаче намного приятней мне он нравится вечничный марш как аналогичный аналогичная шуба ух полетели на до двери работают плохо сайте куда строители спрятали мусора но то время мне тоже это найти место непонятно ну во первых криво косо сделано просто трындец во вторых нужно отлив стать потому что балкон то открытый и влага сюда попадает двери все эти чухоны держится все как-то так второй этаж уже меня так радует как я видел первым чё закрыто фигеть ладно пошли выше поднимемся вот видите тоже вот она должна прижиматься к дверной коробке но здесь что-то у них не смогли они это сделать или не захотели но и здесь тоже да кстати вот европейский парк если бы даже просто белым бы покрасили бы сверху плиту смотрелось бы совсем по-другому лифтовой холл а проще но приятно аналогичные двери звонки недорогие также на самом верху вот здесь конечно прикольно тоже да один сосед открыл 2 двери встретились до комнатная квартира ну тут все то же самое что и в соседнем здесь эти люди покупали с черновой отделкой квартир чистовой а сейчас идет акция при покупке отделка в подарок заявляет застройщик на тоже очень узкий балкон очень узкие друзья 8 денут 90 сантиметров но это вообще просто не о чем но зато красивый вид на двор детский сад здесь конечно такая большая площадь там непонятно где деревья там это убьются застроит или так пока ставят ну и раз мы с вами здесь давайте измерим высоту потолка тут у нас уже стяжка 280 почти обычный обычная высота надеюсь исправить потому что здесь все уже обвалилась не качественно сделали подложку под плитку и все пошло вниз при этом плитка кстати прикольно смотрится она разного размера и за счет этого выглядит интересно попытаем счастье аналогичная красота вот тут углы делают смотрите как поставили чтобы ровно было красиво я уже знаю куда идти где лесничные марши косячные места уже третий переходной балкон влага попадает вот сюда где-то вот то ли снаружи то ли внутри вот видите вот это более темные и со временем это все будет разрушаться и вот здесь аналогично эти картины вот так выглядит вход в паркинг вот так выглядит вход в паркинг аналогичное ограждение кривущие лестничные марши куча грязи штукатурки от шубы неравномерный окрас здесь обычная стяжка сюда будет постоянно попадать влага стяжка видно и так что вся мокрая и вот чтобы они подумали о том куда это все будет уходить об этом почему-то не подумали открыто слушайте ну здесь на первый взгляд все сухо нигде не видно чтобы были следы протечек одна из низких точек с погружным насосом который там должен быть те же барьеры для того чтобы машины не ударялись система пожаротушения сверху то есть можно нормально парковаться есть разметка такая слабенькая но есть с нумерации где какой номер парковки столбы тоже видите закрыты чтобы было видно когда паркуешься работает вентиляция видно ее проверяют настраивают слышен такой угол не знаю будет микрофон на камеру слышно или нет уже машину видите припарковал вдалеке проверяет ну все принципе больше здесь смотреть нечего пошли обратно вот очень много вот таких моментов видите как сделано не очень аккуратно вот здесь видно просветик с гидроизоляции не супер вот уже пошли подтеки здесь нормально нужно делать металла я не знаю сделают они это в дальнейшем или нет потому что должен быть вынос иначе будет все течь по штукатурке вот сюда видно вниз там утеплитель все это будет разваливаться отваливаться а потом будет чинить за ваши деньги ну вот зеркала фасад очень продуманно очень сделано классно то есть смотрится он очень красиво богато здесь можно делать будет красивые селфи вот дизайнер красавчик кто вот это сделал то есть они о фасаде как раз подумали вот видите здесь кстати не пробулин здесь не зеркало здесь стекло а там искусственная трава смотрите как красиво отсвечиваем блин ну тут вообще конечно фото будет потрясающе вот там уже слышно слышен кат огромное количество машин огромнейший трафик и они ездят постоянно туда-сюда вот тоже видите одна из низких точек куда будет уходить вся вода вернее уже уходит ну что пошли дальше а вот как раз и часть саженцев привезли это друзья у нас с вами правская улица обратите внимание что зеленых зон практически нет деревьев вообще здесь почему-то нет и расстояние между домами могли бы сделать и намного больше в новом районе но сделали как обычно все застроено домами эконом-класса классная картина вот там видите вдалеке раздельская площадка небольшая здесь здесь дорога тут дорога и площадка ограждена все лишь таким маленьким маленьким заборчиком ну вот по мне это очень небезопасно а теперь друзья смотрим вы идете с ребенком у вас есть коляской вы его везете сюда а здесь хоба чтобы подняться сделали вот такую штуку ну это настоящая безбарьерная среда но зато на первых этажах большое количество магазинов дома cds видны сразу убогие монолитные кирпичные дома с открытыми перекрытиями дурацкими переходными балконами все все сделано по старинке как строили в 90-х еще годах вот эта улица пражская а вот у нас уже европейский проспект да очень специфически но европейского здесь точно ничего нет фонари освещения полудохлая трава пару деревьев и все для удобства жильцов здесь практически ничего не сделали если конечно у вас нет детей и вы работаете дома либо где-то здесь в районе то для вас это нормальное место потому что здесь уже давно все обжито большое количество магазинов там свой маленький торговый комплекс есть в принципе все для жизни вот я иду смотрю и шоурума парикмахерская продукты чего только здесь друзья нет конечно этому району очень сильно не хватает хороший знаете такой твердой руки который будет заботиться о жителях высадить большое количество зеленых насаждений сделает безбарьерную среду а не так что есть сейчас вам кое-что покажу а только посмотрите какая красота знаете вот этим домам не хватает чуть большего расстояния еще бы метров двадцать и смотрелось бы все совсем по-другому а теперь с вами переведем взгляд в другую сторону и здесь мы видим убогое творение архитекторов и здесь мы видим впереди виден храм токио сити такие очень специфические дома знаете чем-то так и напоминает мне почему-то шанхай все залепили домами во дворе стоит церковь и все по правую сторону они еще более-менее а по левую сторону тут вообще просто трындец эконом 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 главная площадь здесь круговое движение обратите внимание вот на этого паука как будто змеи облепили этот столб огромное количество всякого оборудования для сотовых операторов здесь знаете такое все вырви глаз очень яркие фасады что с ними будет через какое-то время непонятно то всегда яркие элементы это вопрос дизайна сейчас это красиво а завтра это уже никому не интересно и не нужно впереди мы с вами можем видеть храм храм очень красиво смотрится напоминает старинные храмы очень красиво архитектура а вокруг храма огромное количество домов интересная конечно но достаточно специфическая архитектура у данного комплекса а вы как считаете друзья напишите в комментарии ваше мнение путь храму стернист видно что здесь ездит машины вот видите они куда прямо сюда заезжают и едут по тротуару и паркуются ну на газонах это язык не поворачивать сказать здесь как в поле росла трава она так растет и до сих пор застройщики ничего здесь в принципе не сделали вот так здесь все и паркуются и даже вместо уже этой зеленой здесь знаете вспаханное поле колесами автомобилей с парковкой здесь очень очень тяжело смотрите а прямо на территории храма есть полевая кухня кто в армии служил кто точно ел из такой а вот и парк окервиль речка окервиль то что от нее осталось но обратите внимание да что сам парк зеленая зона здесь достаточно маленькая в основном преобладающую большинство это трава немного деревьев которые посадили остались отдел строй поставил вот такой корабль кстати дорогая штука очень дорого стоит но тоже да если смотреть обратите внимание друзья вот кто это все проектирует я не по зачем вот это нужно было гаражить вот этим убогим заборчиком от кого чтобы кошка собака или голубь не прошли дети не убежали но они перелезут выгиб бегут тем более вот здесь есть разрывы можно к реке подойти ну по мне вообще какая то на самое на самом деле это дикость время что-то где-то чего-то от всех огораживать тем более это общая территория для всех ну и вокруг конечно мы видим огромное количество домов друзья просто огромное ну и одно из 10 чистых мест это храм храм смотрится очень красиво в будние дни служения идут вот в этой маленькой церковь или как это правильно называть все вот в синим а на выходных вот здесь вот он узнаете такой исконно русский знаете вот такое ощущение что сейчас на лошадях заедут сюда рыцари или амуринец и все остальные станция метро находится вот там вот туда ехать соответственно здесь вы всего лишь две полосы здесь там и 5-7 лет здесь всегда было достаточно плотно сейчас так как все застроили здесь конечно с утра и вечером творится просто нечто огромное количество машин которые то выезжают из района на работу то наоборот приезжают просто классно сделали песочницу она здесь просто огромная метров может быть там 50 квадратных если не больше вот это классно молодцы вот она экотропа слушайте классно сделали деревянный настил идешь слушайте очень красиво друзья мне нравится здесь знаете такой небольшой оазис но даже здесь слышен гул откада друзья я здесь выступаю в первую очередь как потребитель и я топлю за вас я очень внимательно всегда смотрю объекты недвижимости и примеряю это одеяло на себя поэтому я один из немногих кто достаточно хорошо знает все нюансы новостроек нужна помощь с выбором и покупка недвижимости обращайтесь друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео ну а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а